Словно сказочные теремки с причудливой резьбой, сегодня выглядят дома в Самарском районе города. Избы с народным колоритом красуются на улицах Фрунзе и Алексея Толстого. Вернуть им исторический облик помогли меценаты. Всего за счет предпринимателей в районе уже отремонтированы фасады 13 домов. Еще пять сейчас в работе. Это не такие уж большие деньги. Если каждый предприниматель нашего города хотя бы чуточку вложит в свой же город, то, наверное, я думаю, что город будет гораздо лучше выглядеть. Но, с другой стороны, я так думаю, кто же кроме нас. Всего в Самарском районе свыше 200 старинных домов. Возраст некоторых из них полтора века. И больше половины требует обновления. В первую очередь важно восстановить внешний облик тех зданий, что находятся на гостевых маршрутах. Чтобы во время чемпионата мира по футболу жители и гости города смогли любоваться диковинным историческим наследием Самары Купеческой. Мастера по резьбе, они вырезали вот такие символы, которые мы сегодня видим, которые сохранились на многих домах. И я думаю, что это очень интересно будет не только жителям нашей Самары увидеть восстановленные вот эти вот элементы, приведенные в надлежащее состояние, но и гостям, которые посетят наш город в 2018 году. Деревянное зодчество, визитная карточка Самары и его городские власти намерены сохранить. Обращаться к меценатам будут и далее. Социально-ответственный бизнес призывают помочь. Предпринимателям предлагают выбрать любой из старинных домов в один-два этажа и привести в порядок его внешний вид. Каким будет цвет, фасады решат вместе с районом-архитектором. В порывах щедрости бизнесменов не ограничивают. Потратить на обновление исторических памятников можно сколько душе угодно. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.